Олег Сенцов. Завещание. Все мы умрем, и я, к сожалению, не исключение. Всем хотелось бы пожить подольше, и тут я тоже, к счастью, не исключение. Нет, мне не хотелось бы продлить свою жизнь, дожить до 100 лет и последнюю четверть века из них влачить дряхлое существование своего организма на различных стимуляторах и препаратах. Я хотел бы больше пожить молодой полноценной жизнью. Получать от жизни удовольствие и дарить его другим, ходить или лучше бегать, спать по ночам или не спать, но решать это должен был бы я, а не мой организм вкупе с моим врачом. Такой жизнью я хотела бы пожить подольше, но это невозможно. Все мы умрем. Все мы умрем. Все мы после смерти превратимся в кусок воняющего мяса, зарытого на глубине пары метров. Нас будут есть черви, а наши добропорядочные родственники будут приходить на наши могилки, делать грустные лица, стоять напротив креста или памятника и смотреть на наши портреты, совсем позабыв, что кресты ставятся в ногах у усопших. И теперь вся скорбящая братья стоит дружно на голове покойного и умиленно смотрит на его портрет на граните. Затем достаются припасы с выпивкой, угощают всех, в том числе и покойного, от которого время уже мало что оставило, а цветочки все цветут. Пафос и предрассудки. Ненужные церковно-языческие обряды и схоластика. Я не хочу, чтобы мне топтались по голове, даже после моей смерти. Не хочу в памяти своих потомков остаться портретом на куске гранита, чтобы на моей могиле устраивали тризны. Я вообще не хочу привлекать к себе внимание. Ни сейчас, ни тем более после смерти. Я не хочу, чтобы у меня была могила. В детстве, в четыре года, я побывал на похоронах своего деда. Обычно в столь юном возрасте дети не помнят себя и крайне редко помнят самые яркие события. Но я запомнил эти похороны. Я помню очень мало. Но я помню главное, как я стою на краю могилы, на куче земли, вместе с другими родственниками. А потом после похорон было откровение, когда мне сказали, что деда не будут выкапывать обратно, что он умер, и это навсегда. Все детство меня преследовал кошмар. По ночам и вечерам я видел черную могилу в разрезе и опускающееся в нее тело в белом саване. Это было тело деда, но я представлял и понимал, что рано или поздно это буду я. Никогда не водите своих детей на похороны. В детстве я боялся, что я умру. Теперь я не боюсь. Я знаю точно, что я умру. В детстве я боялся черной могилы. Теперь я просто не хочу в ней лежать. Все мы умрем. Каждый умрет по-разному. Кто-то тихо и спокойно, как закрывают дверь в детскую, в которой только что заснули дети. Кто-то в криках и мучениях, как при рождении. Я не знаю, как умру я, но точно не хотела бы умереть глубоким старцем в постели в окружении позевывающей родни. Одного человека однажды спросили, как бы он хотел умереть. Он ответил с криком «Ура!», с автоматом наперевес, сортом полном крови. Я тоже бы так хотел. Это красиво, это по-мужски. Но так не получится. Красиво герои уходят только в кино и книжках. В жизни они мочатся под себя кровью, орут от боли и вспоминают маму. Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я хочу, чтобы меня сожгли. Нет, не на костре инквизиции, а в простом крематории. Сожгли, а пепел развеяли над морем, желательно над черным, желательно летом. И чтобы светило солнце, и чтобы дул свежий ветер. Но если будет осень и дождь, то тоже неплохо. Но не ждать же до лета, если я окочулюсь в ноябре. А то придут гости и спросят, что это у вас в этой вазочке. А это наш дедушка лежит, лето дожидается. Вазочку, кстати, тоже в море. Не надо делать из нее фетиша. А то будет другая картина. Та же комната, год спустя, другие гости. А что это у вас за вазочка? В ней наш дедушка лежал. Торжественно и стоя, ответят родственники, склонив головы. Ну, тогда давайте еще мои носки с трусами по дому развесим. Те, которые любимые. И те, которые в последний раз надевал. Я хочу, чтобы меня сожгли в пепел. И пепел развеяли над морем. Лучше летом, если я, конечно, умру летом. Только, видите, с наветренной стороны борта, чтобы пепел отнесло в море, а не рассеяло по палубе. И чтобы какой-нибудь особый языкатый и наглый в деда внучок не прокомментировал выметание моих останков фразой. С этим старым всегда было много хлопот. И пусть дует ветер. И уносят прах в море. И если будет дождь, и пепел немного прилипнет к урне, то это тоже ничего. Правда, все тот же нахальный внук заглянет в урну, увидит там немного прилипшего праха и скажет, да, дедушка все еще цепляется за края жизни. Но это ничего. Вы ее тоже в море. Чтобы не осталось. Ничего не осталось. Только память. И дела. И друзья. И вы. И тогда я всегда буду с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok